К нашему эфиру сейчас присоединяется Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте, здравствуйте. Михаил, хочу начать, конечно же, разговор с событий в подмосковном Кроку Сити-Холле. Представитель главного управления разведки Украины уже это прокомментировал. Юсов заявил, что это является сознательной провокацией режима Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Пожалуйста, прошу вас прокомментировать эту всю историю. Давайте начнем с того, что, безусловно, Украина не имеет ни малейшего отношения к тем событиям, которые мы видели сегодня в Подмосковье. Несомненно, еще раз подчеркиваю, это абсолютно лишено здравого смысла. Наоборот, на мой взгляд, после двух лет войны и для нас, и для стран-партнеров наших, очевидно, что все события решаются, ну, имеется в виду все, что касается этой войны, решаются на поле боя, решаются конкретными военными решениями, решаются количеством оружия и, соответственно, проводить теракты, которые никак не будут влиять на ход войны, а наоборот позволят России ужесточить риторику. А, кстати, сегодня, я напомню, есть такой субъект, у него фамилия Писков, он сегодня сказал прямо, что никакого СВО они уже не проводят, они просто ведут войну, и главная цель этой войны — уничтожение Украины. Прямо открытым текстом он это говорит. И, безусловно, для того, чтобы в рамках этой концепции война на уничтожение Украины проводить дальше мобилизацию, опять же, на фоне больших потерь проводить дальше милитаризацию собственной экономики, конечно, им нужны поводы. Вот один из этих поводов, конечно же, традиционной для Российской Федерации технологическая операция под названием «А давайте-ка мы проведем теракт как таковой». Поэтому давайте фиксировать. Украина, несомненно, не имеет ни малейшей потребности в таких действиях. Во-вторых, события будут решаться в этой войне только на линии фронта. В-третьих, Российская Федерация имеет достаточно большой опыт проведения подобных мероприятий. Напомню, Каширское шоссе, напомню, Волгодонск, напомню, Норд-Ост, после которых Россия начинала те или иные контртеррористические операции противоэтнических групп, в данном случае либо в Дагестане, либо в Чечне и так далее и тому подобное. Ну и, наконец, третье, вы только что об этом сказали, безусловно, еще 9 марта, насколько я помню, было предупреждение представителей иностранных посольств, базирующихся в Москве, о том, что такие теракты возможны в местах скопления населения, для того, чтобы российская пропаганда имела возможность для истерического вопля по поводу того, что давайте-ка все-таки все вставать, как это у них там песня, «Страна народная, вставай, священная война» и так далее и тому подобное. Поэтому я бы еще раз спокойно реагировал на любые заявления, которые звучат из Российской Федерации. Точно и понятно, что Украина бессмысленно подобные действия делает, имея большую войну на своей территории. Ну и, наконец, главное, знаете, долгое время рассказывать о том, что вы все контролируете, силовики все контролируют все и так далее, и потом не увидеть вооруженных людей в центре Подмосковья и так далее и тому подобное. Это выглядит, на мой взгляд, очень странно. Михаил, вы вспомнили Пескова, который вдруг перестал называть войну спецоперацией и заявил, что РФ находится в состоянии войны. О чем говорит такая смена риторики, учитывая, что, кстати, и сегодня командующий сухопутных войск в СУ Павлюк сказал, что Россия создает новую группировку войск в более 100 тысяч солдат? Россия постоянно создает различные группировки, постоянно проводит до комплектации, до мобилизации. Давайте все-таки, опять же, объективно на это смотреть. Она не останавливала. Помните, где-то года полтора назад они объявили так называемую частичную мобилизацию? Вот с той поры у них частичная мобилизация идет непрерывно. Плюс идет рекрутинг в нищих регионах. То есть они там покупают, по сути, людей, обещая им заработные платы, в соответствии с тем, которые они в этих депрессивных регионах не получают, и обещая им бонусы в виде грабежа гражданского населения Украины и так далее. Поэтому здесь, честно говоря, никакой новизны нет. Я вообще не совсем понимаю, зачем есть военная информация, информация, которая необходима для представителей Генерального штаба, для представителей разведсообщества с точки зрения планирования наших ответных действий. Не совсем понимаю, для чего эта информация постоянно, условно говоря, понятная, очевидная информация постоянно выходит в публичное пространство. Вот смотрите, Россия еще собирается делать одну группировку. Россия будет накапливать ресурсы и резервы. Она это делает, еще раз подчеркиваю, постоянно. И вот зная эту информацию, безусловно, Генеральному штабу нужно планировать те или иные действия, которые будут эффективно противодействовать планам Российской Федерации. Теперь, что касается, собственно, риторики, ужесточения риторики со стороны Российской Федерации. Да, безусловно, переназначив 17 марта диктатора на позицию диктатора, и не получив надлежащей оценки нелегитимности этого диктатора, Россия пошла ва-банк, то есть она максимально жестко поднимает ставки. Она говорит о том, что смотрите, ну раз вы не хотите нас остановить, значит мы будем, опять же, геноцидить Украину полностью. Мы будем атаковать ее энергообъекты, центры городов и так далее, крылатыми ракетами. И мы будем требовать, чтобы вы принудили Украину сдаться, потому что мы хотим провести там этнические чистки, мы хотим там построить систему фильтрационных лагерей, и мы хотим провести там депортационные мероприятия, то есть тех, кого не убьем, депортировать, и, соответственно, разрушить эту страну до основания. Вот это означает, это риторика. Для нас с вами, ну честно говоря, опять же, я не вижу никаких изменений по линии фронта, те события, которые происходят, они действия по линии фронта определяются наличием у нас или неналичием у нас тех или иных видов оружия, ну имеется в виду снаряда, дрона, дальнебойные ракеты, тактической авиации. Чем быстрее это все будет в должном количестве, тем иначе будут выглядеть события по линии фронта. С точки зрения пропаганды, как таковой, постоянная акцентуация на том, что, смотрите, они что-то делают, Россия что-то делает и так далее, мы сейчас будем вот просто войну объявлять Украине. Еще раз, Украина внутри войны находится два года. Украина эффективно проводит оборонительную войну, Украина имеет все больше инструментов для нанесения соответствующих ударов по российской регулярной армии. Украина эффективно ведет свои боевые действия. И, безусловно, Украина намного глубже понимает и природу войны, и подготовку России, и ресурсные возможности России. Соответственно, те или иные действия, кстати, президент Зеленский об этом постоянно говорит, что, во-первых, есть у нас внешнеполитические треки, на которых идут обсуждения все-таки основных задач, которые до сих пор не решены. Какие? Это система закрытое небо, ну, условно, да, это система дополнительного ракетно-противовоздушной обороны. Их надо больше. Сегодняшняя ночная атака показала, что Россия абсолютно конкретно атакует только невоенные объекты, подчеркиваю, только невоенные объекты, только гражданские объекты, только объекты энергоструктуры или критической структуры и так далее. Второе. Безусловно, нам необходимо паритетное количество снаряда, относительно паритетное количество снаряда тяжелых калибров. Их нужно покупать, если мы не успеваем воспроизводить в нужном количестве. Третье. Нам нужна дальнобойная ракета. Почему? Потому что логистика должна быть уничтожена российская, иначе это будет бесконечный процесс подвоза, опять же, того же ресурса и резерва. И, наконец, четвертое. Для того, чтобы все-таки еще раз выровнять ситуацию по линии фронта, где Россия сегодня использует исключительно большое количество управляемых авиационных бомб, нам нужна тактическая авиация. В количестве, вы прекрасно знаете это количество, 45, 50, 50, 60 самолетов, истребителей, штурмовиков F-16. Вот это позволит нам более-менее четко понимать, как дальше развивается война и идти по справедливому финалу этой войне. Действительно, Кремль принялся за старое, судя по сегодняшнему массированному обстрелу украинских городов, украинской энергосистемы, Днепр-ГЭС, воюют против мирного населения. Ну вот, хотела бы спросить, вот сегодняшняя атака на Днепр-ГЭС, знаете, я когда увидела видео, вспомнилось заявление некоторых политиков на Западе, когда россияне взорвали Каховскую ГЭС. И тогда, мол, там говорили, некоторые СМИ писали, что не все так однозначно, мол, России это было тоже невыгодно. Сегодняшний удар откроет глаза на Западе тем, кто еще верит в возможность переговоров с диктатором, рассказывает о смелости поднять белый флаг? Нет, не откроет. Избавляемся от иллюзий. Ничего не изменит. Смотрите, первое. Российская Федерация ведет себя так, как ей позволяет. Ну вот, если убийцы позволят демонстративно совершать убийство, он же не остановится сам по себе, потому что вот он решил, а все, я поубивал, мне достаточно, я больше не хочу. Ну, Российская Федерация не остановится. Она будет дальше проводить террористическую войну или геноцидную войну, или войну с геноцидным или террористическим компонентом против Украины. Почему? И тут второе. Российская Федерация не достигла никаких целей, стратегических целей, которые она накануне полномасштабного вторжения перед собой ставила. Какие это цели? Они сегодня об этом уже прямо говорят. Уничтожение Украины. Не абстрактной какой-то Украины, не какого-то там абстрактного государства, а конкретно государства Украина с конкретным населением, с конкретными гражданами этого государства, с масштабным геноцидным убийством граждан этой страны. С юридической фиксацией за собой территории под названием Украина и переформатирование правительства. Не знаю, что они тут будут делать и так далее и тому подобное. Целей этих она не достигла и поэтому будет продолжать дальше воевать с Украиной. Третья составляющая. Все эти разговоры, о которых вы сказали, заморозка конфликта, мирные переговоры, это говорят люди, которые либо абсолютно неадекватно оценивают происходящее сегодня в Украине, не понимают природу войны, продолжают не понимать после двух лет этой войны, не понимают, что такое современная Российская Федерация, не слышат заявления, официальные заявления таких субъектов, как тот же Песков или тот же Путин. И, соответственно, продолжают жить мифами, иллюзиями о том, что какие-то переговоры возможны. Ну, то есть, грубо говоря, они считают, что вот Россия удовлетворится захватом небольшой части Украины, не достигнув своих целей и дальше не пойдет. Более того, они почему-то наивно, так знаете, инфантильно считают, что Российская Федерация, перестроив свою страну полностью, отбросив все демократические псевдодекоры, скажем так, проведя большую мобилизацию, набрав вот эту всю гопоту свою с депрессивных, как я сказал, регионов, отправив их воевать, они вкусили крови, это миллионы людей, плюс перестроив экономику на милитарный лад, плюс собрав вокруг себя такие страны, как Северная Корея, опять же, которым разрешили беспредельно себя вести, вот в какой-то момент Россия вдруг скажет, а, ну все, теперь мы готовы вести себя цивилизованно, мы распускаем армию, мы больше не будем трогать Европу. Ну это выглядит максимально инфантильно, и, конечно же, честно говоря, на это не надо обращать внимания. Ну и, наконец, третья составляющая, еще раз подчеркну, все события в этой войне могут решиться только проигрышем Российской Федерации. Если мы хотим получить стабильный мир, если мы хотим получить возврат к международному праву, хотим получить возврат к праву как таковому, то, конечно же, Россия должна проиграть, потому что дальше должны последовать следующие юридические действия. Выплаты обязательные, репарационные выплаты, большие масштабные судебные процессы, скажем так, приостановка членства России в тех или иных международных институтах для того, чтобы эти институты были переформатированы и так далее и тому подобное. Целый ряд действий, которые только при исполнении которых мы с вами сможем вернуться в такое понятие, как гарантированное будущее и для Европы в том числе. Поэтому, в принципе, сейчас, несмотря на то, что происходит, нам нужно продолжать настаивать на нескольких важных параметрах. Первое. Система ПВО должна быть резко увеличена. Ну, количество инструментов в рамках единой системы противоракетной обороны должно быть резко увеличено. И, кстати, сегодня президент об этом в очередной раз говорил. Вторая составляющая. Безусловно, по линии фронта нужно все-таки стремиться к тому или иному инструментальному паритету, который решается за счет снаряда. Это ракеты, как я сказал, тактической авиации, дрона и РЭБа. И, наконец, третье. Все-таки нужно более объективно посмотреть на то, откуда Россия берет деньги на финансирование этой войны. И нужно более щепетильно подходить к аудиту санкций, посмотреть, почему Россия до сих пор может воспроизводить ракеты, где 90% комплектующих производятся высокотехнологическими странами, к которым ни Иран, ни Северной Кореи, ни Россия не относятся. А, соответственно, эти высокотехнологические страны – это страны-партнеры наши с вами. Дальше. Почему до сих пор в Российской Федерации работают те или иные европейские компании, американские компании, финансируя, опять же, открыто финансируя, через свои налоги финансируя систему милитарного федерального бюджета Российской Федерации. Вот эти вопросы нужно продолжать дебатировать, нужно продолжать настаивать на необходимости более жесткого подхода к оценке действий Российской Федерации. И, вернусь, подытожив, а Россия делает именно то, что она делает, вот так вот нагло, максимально открыто, откровенно атакует Украину ракетами, атакует энергетическую инфраструктуру Украины, потому что, опять же, ощущает безнаказанность и неготовность ее поставить на место теми или иными политическими, военными или дипломатическими действиями со стороны не Украины, конечно же, со стороны, скажем так, демократического мира в целом. Ну, смотрите, на фоне всего этого появилась информация, и я попрошу прокомментировать эту историю, что Штаты призвали Украину не бить по российским НПЗ, поскольку переживают, что это может привести к росту мировых цен на нефть, и, мол, в ответ Россия может что-то сделать, например, с важным для Запада трубопроводом, который прокачивает нефть из Казахстана через территорию России. Это прокомментировала сегодня Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам евроинтеграции, и она сказала, тут процитирую, что мы действуем в соответствии с лучшими стандартами НАТО. У меня вопрос, так был или нет призыв не бить по российским НПЗ? Это невозможно. Такой призыв к стране, которая два года эффективно ведет оборонительную войну против России, невозможен в принципе, потому что у Украины сегодня другого типа, другого уровня субъектность, у президента Зеленского другого уровня субъектность, у государства Украины другого уровня субъектность. Это невозможно. А теперь перехожу к юридическим положениям, для того, чтобы было понятно. Украина в рамках международного права имеет абсолютное, безусловное право вести оборонительную войну, уничтожая любые объекты, которые являются ресурсными для ведения России, агрессивной войны, включая, собственно, нефтеперерабатывающие заводы, места хранения топлива как такового, потому что это ключевой ингредиент для атаки на нашу территорию. Не более, но и не менее того. Поэтому, безусловно, и в рамках международного права мы действуем законно, ну и в рамках морально-этических принципов мы действуем законно. Ну и кроме того, мы с вами не можем в этой войне воевать следующим образом. Россия наносит удары абсолютно по всей нашей территории, по гражданским объектам, по критическим, а мы должны избирательно, селективно подходить к тому, что мы делаем на той или иной территории. Нет. Безусловно, для эффективного паритетного отражения агрессии России нам необходимо уничтожать ее инфраструктурные возможности, за счет которых она, собственно, эту войну и ведет. И тут, возвращаясь к главным параметрам, для того, чтобы дальше эффективно воевать, как раз таки дальнобойная ракета, которая позволит достигать ключевых логистических центров России, имеется в виду те, которые позволяют снабжать группировку, оккупационную группировку, конечно же, резко ускорит течение этой войны в пользу Украины. Вот как раз, может, вы нам расскажете, поднимался ли вопрос о дальнобойных ракетах на этой неделе, потому что в Киев приезжали важные гости. Впервые с начала полномасштабного вторжения прибыл глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, и он заявил, что его приезд это свидетельство того, что Украина и НАТО ближе, чем когда-нибудь. Насколько важен этот визит? И вот о чем договорились? Визит чрезвычайно важен, потому что он действительно подчеркивает, точно так же, как и в рамках концепции экономического сближения Украина-Евросоюз, точно так же и Украина-НАТО максимальное сближение происходит на организационных, консультативных, на всех уровнях. И, безусловно, на уровне господина Бауэра обсуждение необходимых видов оружия осуществлялось точно так же. Ну, то есть, потому что это все-таки коллективный орган, альянс там входит, 31 страна, европейская страна, да, ну, не только европейская. И, соответственно, безусловно, есть национальные пакеты помощи, где на двухсторонних основах обсуждаются те или иные необходимые нам инструменты, включая дальнобойную ракету. Точно так же есть коллективный альянс, где есть представители, господин Бауэр как раз представители, и точно так же обсуждается, что необходимо для эффективного введения оборонительной и наступательной войны с нашей стороны. В том числе и почему Украине крайне важна сегодня дальнобойная ракета, какие задачи она будет решать, как будет контролироваться решение этих задач, ну и, соответственно, все это действительно обсуждается. С точки зрения конкретики, ну, я не думаю, что мы должны с вами разбирать то, что не является публичной составляющей, но, тем не менее, поверьте мне, НАТО на сегодняшний день, как коллективный альянс, гораздо глубже понимает и войну, и понимает свою роль и в этой войне, и, в принципе, в обеспечении безопасности на европейском континенте в целом, и роль Украины, которую она играет сегодня и может играть завтра в случае уже окончательного юридического решения вопроса о членстве Украины в НАТО. Михаил, были в Киеве и американские гости на этой неделе сначала сенатор-республиканец Линдси Грэм, соратник Дональда Трампа, а после него с неанонсированным визитом прибыл и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Скажите, вот то, что они приехали один за другим, это так просто совпало? Не готов сказать, так просто лесопало. У нас все сегодня очень быстро с колес делается, и, соответственно, искать здесь какие-то умыслы, смыслы дополнительные я бы не рекомендовал. Я бы рекомендовал, наоборот, обратить внимание на то, что это, по сути, двухпартийное присутствие на территории Украины, но имеется в виду и господин Грэм, и господин Салливан представляют разные политические спектры Соединенных Штатов, и, соответственно, это говорит как раз таки о том, что мы всегда с вами обсуждали, о том, что есть абсолютное понимание, двухстороннее, двухпартийное понимание того, что происходит в Украине, есть абсолютное понимание двухпартийное, опять же, того, что Украине необходима помощь здесь и сейчас, и, соответственно, на мой взгляд, очень важно, чтобы представители и того, и другого лагеря находились в Украине, непосредственно чувствовали вот этот нерв войны, как говорится, да, чтобы они имели дискуссии на уровне и президента, и главы офиса, ну и там министров иностранных дел, ну и так далее, всей инфраструктурой управленческой, для того, чтобы сложить полное представление о том, что происходит и почему все-таки мы крайне заинтересованы в ускорении дискуссии внутри Конгресса Соединенных Штатов о необходимости немедленного выделения определенного пакета военной помощи, ну имеется в виду он там финансовый пакет, но на самом деле мы же с вами прекрасно понимаем, что 90% денег остается в Соединенных Штатах, а, собственно, Украина получает необходимые нам инструменты. Почему для нас это чрезвычайно важно? Потому что с точки зрения количества амуниции, ресурса, военной техники Соединенные Штаты, конечно, с большим отрывом предоставляют нам эту помощь в отличие от других наших союзников и партнеров, поэтому это для нас критически важно. Еще раз, атакамсы, ну или там дальнобойные ракеты, или ракеты к системам Хаймарс, КРСЗО, или артиллерийский снаряд, или, опять же, системы авиационные и так далее, и тому подобное. 22 марта в Киеве состоялась первая всемирная встреча советников по вопросам нацбезопасности, на которой обсуждали формулу мира президента Владимира Зеленского. Об этом сообщила посол США. Официально это событие не анонсировали. Если можете, расскажите подробности этой встречи. У нас же есть определенная логистика, то есть есть формула мира, которая сегодня является базовой, доминирующей. То есть, в принципе, все страны, многие страны готовы ее обсуждать в той или ином виде, в той или иной пропорции, принимая решение для себя действительно быть интегрированным в процесс дискуссии вокруг формулы мира. То есть, еще раз, формула мира стала базовой. Нету других предложений. Все другие предложения, они являются маргинальными и не влияют на общую дискуссию. Второе. В рамках формулы мира есть решение о необходимости провести саммит мира на уровне уже лидеров государств для того, чтобы зафиксировать базовое положение такого понятия, как справедливый мир. То есть, война не может закончиться абстрактно чем-то. Она не может закончиться абстрактно каким-то компромиссом, который на самом деле будет означать продолжение войны в той или иной форме, ну и, соответственно, будет пролонгировать эту войну и так далее. Вот в рамках этого, в рамках этих дискуссий, соответственно, периодически идут те или иные консультации на разных уровнях, в том числе на уровне дипломатических или политических советников или советников по национальной безопасности для того, чтобы еще более четко выверить позиции конкретных стран. Есть страны, которые, безусловно, поддерживают формулу мира. Все 10 пунктов этой формулы. Есть страны, которые готовы дискутировать по отдельным пунктам. Ну, те страны, которые занимают нейтральную позицию в этой войне. И, тем не менее, с ними нужно продолжать работать для того, чтобы они были в более четком понимании, Почему для не только Украины, но и для глобального мира крайне важно, крайне важно, подчеркиваю, прийти к справедливому финалу в этой войне. Не к абстрактному финалу, а к справедливому. Потому что любой другой несправедливый финал будет порождать последующие типы и форматы войн на европейском континенте и на других континентах. По поводу мирного саммита в Швейцарии, в Китае заявили, что рассматривают возможность участия в этом саммите. Но издание «Политика» пишет, что есть нюанс, мол, глава Китая поедет туда только при условии, если там будет представитель России. Действительно ли Пекин выдвигает такое условие? Давайте не будем обсуждать какие-то конспирологические версии, условия и так далее. Дипломатическая работа не публичная, а очень активно и интенсивно ведется Украиной на разных площадках с разными партнерами. В том числе с партнерами такого уровня, как Китайская Народная Республика. Кстати, Китай действительно хочет сегодня присутствовать на всех мероприятиях. Это важно для него, потому что он претендует на совершенно другую политическую роль в глобальном смысле этого слова. И, соответственно, на мой взгляд, Китай гораздо больше сегодня, чем Россия. И, соответственно, гораздо более влиятельен с точки зрения тех политических процессов, которые проходят в глобальном политическом процессе в целом. И так далее. Поэтому, конечно же, необходимо вести подготовительную работу, консультируясь с представителями разных государств, понимая и предлагая им разные форматы участия. Но, тем не менее, я думаю, что до момента уже представления, собственно, саммита мира как такового, я думаю, что вот эту подготовительную работу обсуждать в деталях, ну, журналистам, наверное, можно, а нам все-таки тут надо аккуратным быть для того, чтобы дать возможность дипломатам активно отрабатывать эту повестку. Хорошо, будем аккуратными. Итоги двухдневного саммита ЕС и Евросоюз может выделить Украине первый миллиард прибыли от замороженных российских активов 1 июля, если будет быстро действовать. Это слова главы Еврокомиссии. Есть страны, такие как Венгрия, Австрия, они выступают против передачи доходов от Росактивов на покупку оружия Украины. По-вашему, сможет ли Европа быстро вывести эту дискуссию уже в практический механизм, который будет действовать? Смотрите, сам факт дискуссии того уровня, который мы уже видим, это совершенно другой уровень дискуссии, чем было, наверное, год назад. Год назад вообще эту тему не поднимали. Вообще считали, что это невозможно, в принципе, невозможно использовать замороженные российские активы для интересов Украины, ну или для интересов повышения обороноспособности Украины. Сейчас это другой уровень дискуссии, потому что страны Европейского Союза в том числе прекрасно понимают, ну, кстати, они главные владельцы этих замороженных активов, что ли, да, ну, то есть хранители замороженных активов, потому что в Соединенных Штатах это 7 миллиардов суверенных активов в Российской Федерации заморожено, а в Европе это практически 380 суверенных и частных активов в Российской Федерации миллиардов. Возвращаемся. Смотрите, я считаю, и это, наверное, мнение становится все более доминирующим, что международное право с точки зрения защиты тех или иных активов не распространяется на суверенные активы Российской Федерации в момент начала агрессии России, полномасштабной агрессии России против Украины, потому что Россия добровольно вышла из-под действия международного права. Соответственно, эти активы не являются российскими, они, по сути, являются арестованными активами преступника. И, соответственно, дальше вы можете ими распоряжаться, как считаете нужным. Я бы, конечно, распоряжался в полном объеме. Все замороженные активы должны, и учитывая, что это 380 миллиардов, а Россия, например, ежегодно тратит на войну, два года войны, более 250-280 миллиардов долларов, то это практически полтора года полноценных боевых паритетных действий против Российской Федерации. Ну, то есть сопоставимые бюджеты. Но, тем не менее, сам факт проголосованный, то, что мы можем использовать проценты, начисляемые на замороженные активы для покупки военной техники, уже говорит о большом сдвиге в европейском сознании. Смогут ли европейские страны дожать ту же Венгрию? Безусловно. В этом у меня нет ни малейшего сомнения, потому что мы с вами уже такие примеры видели. Позиция Венгрии тоже понятна, позиция Австрии тоже понятна. Они остаются сторонниками такой очень прагматичного подхода к тому, что если можно заработать на торговле вокруг помощи Украине, значит, нужно это делать. К сожалению, ценности — это ценности, прагматизм, экономический прагматизм — это экономический прагматизм. Но, опять же, и Венгрия, и Австрия — это страны Европейского Союза, это страны с демократической природой власти, и, соответственно, с ними надо разговаривать, нам надо разговаривать, Еврокомиссии надо разговаривать, ну, собственно, европейским дипломатам надо разговаривать, для того, чтобы все-таки принимать консолидированные проукраинские решения внутри Европы, потому что, зафиксируем, Российская Федерация угрожает не только Украине, Российская Федерация сегодня, безусловно и прямо, претендует, если не проигрывает эту войну, на доминирование во всей Европе. Ну, будем надеяться, что этот вопрос решится в скором времени, и Австрия, и Венгрия тоже будут согласны на передачу Украине доходов от российских замороженных активов. Спасибо вам большое, Михаил, что уделили на время этот разговор. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, был сегодня с нами на связи. Спасибо. Спасибо. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.